Ой, молодец, какая бежит, как быстро! Давай, я запишу. Вставай, вставай. О, пойдем с ним. У меня просто собака, ну, большая, вот так вот, первый раз я с кем-то вот так вот... Поплывай, где? Ай, молодец, давай! Давай, 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 молодец! Молодец, ты герой! О, посмотри, поплыла собак! Куда ты поплыла? Большинство считают, что все маленькие собаки ведут себя вот так. Но в своей рубрике «Чихуа может» я доказываю, что размер не имеет значения, а собаку делает хозяин. Молодец! Очень раннее утро в Москве, ну, по крайней мере, для меня раннее, я еще не проснулась толком, уже прям осень, холодно, мы на несколько дней тут застряли по своим делам, так что я решила проводить свободное время с пользой для здоровья и для вас, в том числе, для канала. Я забыла поздороваться. Привет, я Энни Мэджик, это мой канал о жизни с моими питомцами, и сегодня я с одной из своих собак с афишей. Так что сегодня мы идем в спортшоу-клуб, я думаю, и вам, и мне будет интересно. Подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые ролики из нашей жизни, и погнали! Сейчас мы будем, начнем заниматься, когда придет наш, ой, суперинструктор. И сегодня нашим оператором работает Наташа. Покажись. Наташа будет снимать сегодня весь наш процесс. Здесь у вас такая прикольная атмосфера отдыха. Софиша, Вагиф. Очень приятно. Ну, меня вы все знаете. В общем, мы пошли заниматься. Пошли тренироваться. Тренироваться. А мы сегодня будем водными заниматься. Да, мы поплаваем. Не забывайте поддержать нас лайком за то, что мы стараемся для вас снимать какие-то разнообразные такие видео. Нам с Софишей будет очень приятно. Да, Софиша? Пошли. Пишите свои комментарии. Конечно же, я отвечаю и ставлю сердечки. А мы занимаемся. Это показатель. Даже здесь платина. Это показатель. Да, молодец. Молодец. Молодец, моя зайка. Большие кусочки корма. У нас другой корм. У нас корм поменьше кусочки. А эти очень такие крупные для больших собачек. Беговая дорожка. Мы никогда не бегали на беговой дорожке. Рекомендую одеть ринковочку. На всех случаях это так. Для страховки, чтобы в случае чего собачку можно было скорректировать. Так что у нас с когтями? Нормально. Ходи когти. Нормальные? Да. Лучше попробовать собачку приучить, чтобы сама заходила. Ага. Она, конечно, маленькая, но собаки бывают еще и большие. Софиш, давай. Вот, молодец. Все, мы зашли на дорожку. Отлично, еще раз. Дали лапу? Ага. Нет, сюда сходим. Ага. Софиш, пошли. Вы ее похвалили? Давай, залазь. Вот, молодец, моя зайка. Давай, еще разок. Давай. Пошли. Нет. Пошли. Залазь. Вот, молодец. Еще разок? Да. Давай, Софиш. Это можно наверняка. Давай, пошли. Софиш, давай, залазь. Молодец. Чтобы ее приучить максимально. Угу. Ужать дорожки. Поэтому мы сделали несколько заходов. Угу. Сейчас мы нажмем кнопку старт. Возможно, она испугается. И, возможно, она захочет сбежать с дорожки, да? Я нажимаю кнопочку старт. Ага. Заберу у вас собачку сейчас. Стойте рядом просто. Хорошо. Дорожка двигается очень медленно для того, чтобы собака успела. Она начинает соображать потихоньку, да? На, Софи. О, Софи, если ты берешь, нет? Если собака берет лакомство, это хорошо. Ни в коем случае... Все, идти ближе. Вот. Ни в коем случае нельзя дать собаке уйти с дорожки, и чтобы она не приближалась. Она приближается, вы лакомством ее сразу скорректируете. Ага, все понятно. То есть учить собаку нужно на беговой дорожке заниматься вот... Посерединке. На безопасном... Расстоянии, да. Расстояние, да. Над головой собаки не нужно нависать свою руку, да? Лучше лакомство давать. Если вы хотите голову поднять, лучше руку прийти. Ну, то есть вот так вот не надо над собакой. Хорошо. Вот, молодец, моя зайка. Сейчас мы попробуем побежать. Лучше немножечко еще дать... Ой, молодец, какая бежит, как быстро. Она молодец, потому что есть собаки, с которыми форсировать нельзя. Ага. Лучше, да, остановиться, пойти переключиться. Ну, вот. Молодец, умница. А теперь как мы делаем, получается? Мы уменьшаем постепенно скорость или выключаем сразу? Я сейчас буду постепенно по одному делению уменьшать, пока... Вот она сейчас двигается рысью. Ага. Ну, она в скорости, я вижу, да, конечно. Давай-давай-давай. Вот. При этом, видите, я с ней не борюсь у меня. Да-да-да, она сама по себе, да. Это достаточно концентрируемая такая нагрузочка. Это не как бегать по улице, да? Ну, да. Только двигается рысью, для нее это сложно. Помимо физического развития, еще и нервная система очень хорошо. Ага. Ой, встала, все. Это балансировочная косточка. Сейчас ремнивочку можно снять. Когда собачка маленькая, для них есть вот такая вот косточка. Балансировочная по размеру очень хорошо подходит. Что мы делаем? Ставим собачку. Ага. Помогаем ей корректно выставить... Лапки. Лапки. Не криво, да, чтобы она не стояла вот так вот в расцвете. Да, конечно. Криво косо. То есть, чтобы она стояла максимально ровно для своего строения. И вот, направляем вот таким вот образом. Она просто у нас такая, лакомство это не самое главное. Ой. Ну все, тоже свой кайф есть. Чем хороши упражнения на балансировочных снарядах? Это такая гимнастика для всего тела. Ну да. Тело работает как общая такая система. Работают все группы мышц. В том числе те, которыми собака не пользуется вот в обычной своей жизни. Да, какие-то микромышцы. Софиша решила, что у нее мышцы не нужно ей, чтобы у нее мышцы работали. Я буду лежать. О, тоже упражнение. Отлично, Софи, похвалите ее. Молодец. Отлично, комплекс прям. Давай, Софиш, вставай, вставай. О, супер. Вот, молодец. Пойдем. Смит. Стоп. Стоп. Молодец. И сейчас сразу устанавливаете скорость 2,5. Он такой огромный. Собаки очень четко считывают эмоции нашего тела, наши эмоции. Вот смотрите, вот я встал, закрыл. Все. Я кремень. Я спокоен, без лишней суеты я ему даже улюблюсь. Софи побежала на дорожку. Софи тоже захотела со Смитом побегать. То есть, видите, вот. То есть, я ему показал, что у меня лакомства нету. И он уже особо у меня не клянется. А когда я ему захочу лакомство дать, и рука у меня вот так не натянула. Да, я поняла, расслаблено. Я так просто... То есть, можно держать, конечно, на контроле, но натягивать не надо. У меня просто собака, ну, большая. Вот так вот первый раз я с кем-то вот так вот прям контактирую близко. Хорошо, молодец. Молодец, молодец. И вот это надо закрепить нам теперь. Прямо несколько раз. Меняю работу блогера на тренера. Пойдем, молодец, хороший. Молодец, молодец. Такой качок. Отличный, Стаффорд. Все. Иди сюда. Вот молодец. Давай. Вот молодец. Давай. Давай. Вот молодец. Вот Стаффорд такая порога, когда нельзя самому возбуждаться эмоционально, потому что он это чувствует, он взрывается. А София, вот когда я наоборот с ней эмоционально, она да. Софир, иди сюда. Молодец. Давай. Ай, молодец. Теперь сюда. Давай. Давай. Ай, молодец. Ай, молодец. 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 Давай, иди сюда. Ай, молодец. Молодец. Ай, Софиша. Молодец. Ай, молодец. 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 Так, молодец. С косточкой. Ай, молодец. Ай, молодец. Залазим. Так, молодец. Стоп. Пошли. Стоп. Молодец. У Агифа очень много здесь животных, которые приходят именно на реабилитацию, то есть после травм, я так понимаю, да? Реабилитацию мы в основном используем, для реабилитации в основном используем бассейн. Бассейн, да? То есть лучше воды, мы считаем, нет ничего. Я даже видела в инстаграме, если вы хотите найти спортшоу-клуб, в моем инстаграме есть, я подписана на них, на Агифа, там у них есть фотки, где даже котики в воде, и я когда увидела, такая думаю, господи, зачем приучать кошку к воде? А вот когда пришла, спросила, Агиф сказал, зачем это. Ну да, тоже кошки к нам ходят в основном для реабилитации. Вот, с кошками послеоперационными мы работаем тоже в воде, используя плавание, используя водную беговую дорожку, очень активно. Да, ну и в том числе, в общем-то, вот эти все... Тренажеры тоже и с кошками используете, да? Да, с кошками очень хорошо это работает. Массаж начинается, да? То есть вот эти зоны, обычно шея забивается у собак, плечи, ну вот видите, ему прям сразу стало приятно. Ага, и он повис на шарике. Нам же людям, когда на массаже массируют области, которые зажаты, мы точно так же начинаем уходить в астрал. Ого! Класс! Это беговая дорожка для собак в воде. Что-то такое вообще, я первый раз в жизни это вижу. Очень классно. То есть, по сути, там просто беговая дорожка, которая внутри в воде, стоит какое-то количество воды, и собака сквозь эту воду пробирается, да? А это тоже для реабилитации? Или вообще, в принципе, и как тренировка? Для реабилитации, как тренировка. То есть, скорость разная тоже, да? Как и на обычной дорожке. Я такой вообще первый раз в жизни. Я в костюме переоделась, мне подобрали плавательный костюм, и сейчас мы с Софи идем плавать. Мы сначала всех собак, чтобы вода сильно не пачкалась, сначала всех моем здесь шампунь или? Я в костюме переоделась. Мне кажется, в принципе, плавание для собак это супер полезная вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 молодец, молодец, молодец. Старайтесь поворачивать как можно чаще. Молодец. Молодец, ты герой, ты супер молодая собака, молодец. Вот так, вот супер, ай молодец, Софи плывет, вот молодец. Ай молодец, я финиш, молодец, молодец. Отпускайте, вы готовы, это же. Попрати, помогите. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ай молодец, молодец, молодец. Молодец, аккуратно, пойдем, пойдем сушиться. Сейчас отдохнем чуть-чуть, нам сказали чуть-чуть отдохнуть. И после того, как мы отдохнем, мы пойдем сушиться. Софишку заодно высушили, как в салон сходила прям такая феном, нараспушилась красавица. В общем, эмоции неописуемые, именно когда это не море, не озеро, не речка, вы видели очень много блогов, где мы на речку ходили плавать, а вот конкретно бассейн для собак, для людей, то есть ты в костюме вместе с ней занимаешься. Все это под руководством, это все равно другие абсолютно ощущения. Спасибо огромное, мы были прям рады к вам прийти, а вы, ребята, обязательно пробуйте, если у вас есть собачка, вы находитесь в Москве, приходите, пробуйте, невероятный опыт получите и еще и кучу полезных советов. Спасибо вам, что пришли. Все, увидимся еще. Я приехала сюда сонной такой вот всей, вяленькой, после всего этого я проснулась сразу же. Как будто перезагрузка какая-то происходит, ты привыкаешь к каким-то вещам, что вот, ты каждый день одно и то же делаешь и вдруг что-то такое бахает и так, блин, а жизнь-то может быть разной. Короче, увидимся скоро в новых видео, переходите по ссылочкам на другие ролики, на наших других каналах и все. Пока. Подписывайтесь и ставьте лайк и пишите комментарии и все. И увидимся скоро. Ладно.